День освобождения Смоленщины Десногорск принял участие в празднике Смоленска. В деревне Серебрянка почтили память жертв войны. Митинг у памятника летчикам в деревне Осиновка. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 25 сентября наша область отмечает 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как прошел митинг, посвященный этому дню, смотрите далее. На Курган Славы пришли представители администрации Смоленской атомной электростанции, предприятий и организаций города, а также школьники и студенты, чтобы почтить память солдат, сложивших головы на полях сражений Великой Отечественной войны. В этот день мы славим незабвенный подвиг советских воинов, освободителей родной Смоленской земли. Вечная память всем, кто отдал жизнь ради мира на нашей земле. Низкий поклон ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Их подвиг во славу Родины будет жить в веках. Смоленская земля до сих пор хранит множество свидетельств той страшной войны. Поисковики Десногорска ведут неустанную работу по поиску и перезахоронению красноармейцев. Но самое главное – восстановлению их имен. К сожалению, многие так и остаются безвестными. Этот день у нас, Смолян, навечно останется в памяти. Надо помнить всегда о том, что сделали то поколение для нас. С праздником всех! Спасибо! Эта война принесла в каждую семью, если не похоронку, то слезы и утраты. Любому из нас в этот день есть кого вспомнить и почтить. Я считаю, это наш общий долг – почтить память тех, кто не вернулся с этих полей. И поэтому я, не только я, но и мои коллеги пришли сюда сегодня. Ну и думаю, каждый год будем приходить и участвовать в этих торжественных, но немного печальных мероприятиях. Для меня это прежде всего день памяти и благодарности тем людям, которые, не жалея себя, не жалея своих сил, не жалея своего здоровья, проявили много усилий для того, чтобы наша земля, наша Россия, наша Смоленщина была свободна. По традиции, десногорцы в этот день возложили цветы и венки к могилам павших воинов. И пусть бои уже отшумели, и над нашей Родиной чистое небо, но война не закончена до тех пор, пока не захоронен последний погибший солдат. Смоленская область сделала хороший рывок в направлении улучшения инвестиционного климата. Целевые показатели выполнены более чем на 82%. Качество работы положительно оценили и эксперты-представители бизнес-сообщества региона. Результаты будут представлены Владимиру Путину на заседании Госсовета, где обсудят внедрение целевых моделей в регионах всей страны. 23 сентября Смоленск отметил свой день рождения. Праздничные гуляния посвятили не только Дню города, а и 80-летию образования Смоленской области. Центральная площадка празднований «Мы люди земли Смоленской» развернулась в Центральном парке культуры и отдыха Лопатинский сад. Десногорск принял активное участие в празднике. В этот день праздник чувствовался в каждом уголке города-героя. Эпицентром стало массовое поле Лопатинского сада. Здесь собрались сотни жителей региона. Поздравить смолян с праздником пришел губернатор Алексей Островский. Смоляне по праву могут гордиться родным краем, его историческим наследием. Целым созвездием выдающихся земляков, которые своими ратными подвигами и созидательной деятельностью прославили Отечество. С удовлетворением отмечаю, что к юбилею мы подходим с определенными позитивными результатами. За последние годы, благодаря совместной, целенаправленной работе органов власти всех уровней, институтов гражданского общества, деловых кругов, и, главное, самих жителей Смоленщины многое удалось сделать для стабилизации экономического развития региона и социального самочувствия смолян. Праздник украсила выставка-презентация муниципальных образований, земля, талантов и тружеников. Каждый город и районный центр подготовил стенды, в которых можно было узнать об истории, земляках и нынешней инвестиционной деятельности муниципалитета. В презентации принял участие и наш город. Здесь присутствуют все муниципалитеты, настроение у всех праздничное и боевое. А то, что привез наш муниципалитет, это, как всегда, Смоленская атомная станция, наше градообразующее предприятие, со своей выставкой. История Смоленской атомной станции, ее настоящее и, соответственно, будущее, это СС-2. А то, что касается муниципалитету, здесь представлены наши спортивные достижения, культурные достижения, того, чего достиг наш город за много лет. Хотя наш город молодой, но, тем не менее, он перспективный и развивающийся. Визитная карточка города атомщиков Смоленской АЭС развернула для участников праздника свои выставочные стенды, буклеты, проспекты и экологические отчеты. Для нашей области это абсолютно уникальное предприятие, поэтому очень многие люди подходят, интересуются, спрашивают о том, что в каком состоянии атомной станции сейчас и что будет в будущем. Вот буклетов уже почти не осталось. Десногорск, конечно же, гордится и другими своими предприятиями, так как они создают экономически стабильный климат города и области. В городе эффективно работают программы для поддержки развития малого и среднего бизнеса. В городе у нас существует фонд поддержки предпринимательства, который выдает займы в размере до 50 тысяч рублей. Есть областной фонд, он уже выдает займы до миллиона рублей. Ну и далее по мере роста предприятия это уже более серьезная программа, федеральный уровень. Наш город на празднике также представили и творческие коллективы, украсившие концерт в Лопатинском саду своими зажигательными номерами. В Смоленске в день праздничных гуляний у здания главпочтамта прошла выставка военной техники в рамках акции «Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Твой выбор». В Смоленске гости города смогли не только увидеть боевые установки, но и потрогать все руками. Особенно великолепие техники привлекало внимание детей. Бронетранспортеры, танки и пушки были просто облеплены юными смолянами. Также здесь все желающие могли подписать контракт для нанесения службы в рядах российской армии. В Смоленске в Лопатинском саду в день празднования Дня города 80-летия образования области работал город мастеров. Сюда съехались все умельцы с разных уголков нашего региона. Как говорится, себя показать и на других посмотреть. Гости праздника могли не только посмотреть и приобрести продукцию народных умельцев, но и научиться декоративно-прикладному искусству, приняв участие в мастер-классах. А 24 сентября город Рославль отметил свой 880-летний юбилей – торжественном шествии трудовых коллективов. Этот город по праву считается одним из старейших городов России. Он основан в 1137 году. Первое письменное упоминание о Рославле содержится в своде смоленских епископских грамот и относится к 1211-1218 годам. На юбилей города Рославля прибыл и губернатор области Алексей Островский. 22 сентября активисты города провели субботник и возложили венки у памятного знака в районе деревень Кукуевка и Серебрянка. В годы войны на Смоленщине шли ожесточенные бои. Машина вермахта прошла по нашим землям не только мечом, но и огнем. Полыхали города и деревни. Не обошла эта участь и деревеньки вокруг нынешнего Десногорска. 5 марта 1942 года фашистские каратели загнали в уцелевшее здание бани и сожгли заживо 19 стариков, женщин и детей за помощь партизанам. Это были жители деревень Кукуевка и Серебрянка. Спустя почти 60 лет в 2001 году на этом месте был установлен памятный знак. Он состоит из каменного валуна с мемориальной доской, на которой написаны имена невинно сожженных жителей деревень. Над ним возвышается металлическая арка с колоколом. С тех времен, когда был установлен памятный знак, естественно, волонтеры и сотрудники нашей организации несколько раз в год всегда обязательно, не только проводят митинг, но обязательно еще и субботник вокруг этого памятного знака. Вспоминаем, приходят новые волонтеры, которым мы сообщаем, чему вообще посвящен памятный знак, почему мы сюда приходим в операции, почему это вообще так важно и значительно для нас. В акции по уборке территории и поддержанию памяти приняли участие волонтеры Десногорского центра поддержки молодежных и детских общественных объединений. Это редакция «Поколение» и студенческий актив ОСА, а также поисковики отрядов «Высота» и «За Родину». Историю надо помнить, и молодое поколение должно знать историю своей Родины, изучать ее и не поддаваться на провокации других стран и тех же наших историков, которые могут не в полной мере рассказать о том, что было, и чтобы принимали всю историю как урок, урок из прошлого, который нельзя забывать. Я думаю, чтобы мы знали нашу историю, во-первых, нашей родной земли, а во-вторых, чтобы такого больше не повторилось. Теперь на месте сожженных деревень дачный поселок. Старожилы хорошо помнят страшную трагедию этого места и благодарны молодежи за ту работу, которую они проводят. Я шел со стороны и смотрел. Я был рад тому, что вот это, ну, привлекаете молодежь, чтобы, ну, сохранить память, ну, наших предков. По окончании субботника ребята провели небольшой митинг и в знак уважения и скорби возложили венок к памятному знаку. Памятник знаменитому путешественнику и натуралисту Николаю Прижевальскому появился в Смоленске. Монумент торжественно открыли 23 сентября. Постамент установлен напротив Музучилища. На торжественном мероприятии присутствовал потомок путешественника Николай Михайлович Прижевальский, доктор химических наук, профессор Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. В нашей стране нет ни одного населенного пункта, ни одного места былых сражений, где бы не был установлен памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По всей Смоленщине высится обелиски тем, кто сложил головы за победу. Есть такой памятник и в деревне Осиновке, неподалеку от Десногорска. Обелиск был возведен работниками ЦЭМа и открыт 4 мая 1985 года к 40-й годовщине Великой Победы. С тех пор у ЦЭМовцев и ветеранов нашего города появилась традиция весной и осенью посещать это памятное место. Сегодня, в преддверии Дня освобождения Смоленщины, прошло 74 года той Великой Победы, когда наши деды, родители сделали тот великий побед, в котором на сегодняшнее время живем в самое мирное время. И я от себя, и от жителей твоих, и от нашего коления, от детей, хочу большое спасибо нашим ветеранам, которые здесь живут. В этом году вместе с ветеранами, школьниками и главой Саракаринского сельского поселения могилу летчиков посетили представитель муниципального образования Российский район Александр Мамонтов, депутат Десногорского горсовета Николай Фомин и заместитель главы Десногорска по социальным вопросам Александр Новиков. Память о Великой Отечественной войне, она отразила слова «Никто не забыт, ничто не забыть». Сегодня я поздравляю всех с праздником, хочу сказать огромное спасибо ветеранам, хочу пожелать тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины, выполнять свой долг. И со своей стороны хочу сказать, что мы помним и будем помнить, и сохранять эту память. Завершился митинг возложением цветов и венков к монументу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...